Приветствую вас, Игорь, и сразу хотел бы заметить, что вы, возможно, написали не туда, не в тот раздел, потому что это раздел психологии, здесь, соответственно, работают именно психологи, и психологи работают, анализируя информацию и помогают человеку разобраться в себе и, собственно, в своих отношениях, вот. Что касается вашего текста, то он, этот самый текст, ну, больше подходит скорее для раздела эзотерики, именно для раздела эзотерики больше, потому что вы говорите, что хотите её вернуть с точки зрения психологии, ваше сообщение достаточно противоречиво выглядит, и вот почему. Ну, во-первых, я бы хотел, чтобы вы поняли, да, что я буду давать свой ответ исключительно как психолог, да, не как эзотерик. Надеюсь, понятно, почему, да, ну, потому что вы написали в раздел именно, значит, вы написали в раздел психологии, вот. Значит, вы говорите о том, что у вас в отношениях всё было хорошо, что вы с ней познакомились на, в теннисных кортах, вот, что у вас были хорошие отношения, вот. До тех пор Баклана не начала много работать, вот, как только она начала много работать, как только начала много работать, вы тут же и начали испытывать проблемы, и плюс стали уделять ей мало, мало внимания и времени. Плюс, значит, писали ей какие-то грубые сообщения, да, грубые эсэмэски, вот, и так далее. Ну, я надеюсь, вы понимаете, что грубые эсэмэски, они не могут появиться без причин, да. То есть, если такая история возможно, если такая история была, значит, ну, значит. что-то, да, было у вас в отношениях такого, что обусловило ваши грубые смски, которые вы ей писали. Вот, что это, конечно, вы не говорите, значит, гадать мне не хотелось бы, вот, ну, просто потому что гадание это очень неблагодарное дело, вот, здесь я предлагаю вам как-то самостоятельно рассмотреть то, что, вот, собственно, происходило у вас в отношениях, я предлагаю вам самостоятельно рассмотреть то, что было у вас в отношениях, вот, и, соответственно, подумать, какие именно претензии вы ей предъявляли и с чем это было связано, вот. Дальше. Что касается того, что было дальше. Здесь ситуация следующая. Значит, ну, девушки, женщины-девушки, гораздо более чувствительны к словам, чем мужчины, и, соответственно, если вы как-то вот ей наговорили кучу всего, то нет ничего удивительного, то она обиделась, то у неё как-то, значит, перемкнуло, вот, и она перестала иметь возможность относиться к вам так, как раньше. Вот, может быть её что-то сильно задело, а может быть она что-то из того, что вы ей сказали, посчитали правдой, вот. Ну, на самом деле, для нас это, как вы понимаете, особой разницы не имеет. Интересно другое. Что, в общем-то, девушка, да, она ведь ничего, ничего плохого не сделала на самом деле, по качеству. Вообще ничего плохого. То есть она просто хотела поехать, поехать в Египет, отдохнуть, развеяться и пересмотреть, значит, своё отношение к вам. Вот. То есть, грубо говоря, грубо говоря, о расставании с вами, о расставании с вами, никто речь не идёт, не ведёт. Но вы боитесь, вероятно, этого самого расставания. И у меня здесь, конечно, вопрос. Чем так страшно для вас это самое расставание? Что вы его настолько боитесь, что хотите её вернуть? Ведь девочка, ещё раз повторю, она от вас не уходила. Ну, да, ей тяжело принять некоторые моменты, да, ей тяжело, возможно, смириться с некоторыми аспектами, вот. Но, в общем и целом, она от вас не уходила. И тут вот мне непонятно, вы кого и куда хотите возвращать? И, может быть, вы ей считаете, что она должна была вам писать что-то, может быть, вы считаете, что она должна была вам рассказать что-то, но, опять же, почему вас это волнует? Чем это так волнительно для вас? О чём вы переживаете? Чего вы боитесь? А если даже девочка решит с вами расстаться, если даже, если даже девочка решит с вами расстаться, то что из этого? Вы считаете, что она не может этого сделать? Вы считаете, что она не должна с вами расстаться? Или как? Понимаете, да? То есть вот этот момент его тоже нужно раскрыть. Хотя бы для себя нужно раскрыть. Вам. Самому. Потому что, ну, вот, пока, исходя из того, что вы пишете, я могу сделать вывод, что да, вы боитесь её потерять, но вот причина, по которой вы боитесь её потерять, для меня не ясна. То есть, если вы её любите, то, наверное, хотите, чтобы она была счастлива. Если она вам не написала, значит, она не имела, не имела желания вам писать и, в общем и целом, ну, не хотела она вам писать. Ну, значит, такой был её выбор. А вы её выбор, получается, не принимаете. И вот только тогда в том, чтобы больше, больше подумать о себе. Именно о себе больше подумать. То есть, чего я хочу? Что мне нужно? Самому, без девочки. Вот. Знаете? Или для вас, может быть, важна не столько, важна почти не столько девушка, сколько вот тот социальный статус, который вы приобрели с ней, ну, находясь в отношениях с ней. Знаете? Опять же, я не говорю, что это так. Не говорю, что вас это волнует. Я просто говорю о том, что у того, что вы переживаете, есть причины. И чем быстрее вы эти причины для себя увидите, тем будет лучше. И, в первую очередь, лучше, конечно же, будет для вас. Потому что вы перестанете, эээ... ну, вы перестанете страдать и мучиться, как это происходит сейчас. Вот. Возможно, девушка чувствует как раз-таки давление, эээ... с вашей стороны на неё. Понимаете? Возможно, девушка как раз чувствует, что вы давите на неё, чувствует, что вы от неё чего-то ждёте, а она не готова пока это выдавать. Вот. Вот вы говорите, что ездили с ней, эээ... к ней, точнее, с подарками, эээ... с цветами, с сюрпризами. Вот. Это здорово, что вы ездили к ней с подарками, с цветами и с сюрпризами. Но далеко не всегда только это помогает. И вопрос заключается в том, как мне кажется, вопрос заключается в том, готовы ли вы, вот сами, сами вы, да? Готовы ли вы принять тот факт, что дело здесь не в этом, не в подарках и не в сюрпризах. Дело в отношении, в том, что вы с ней, эээ... в том, что вы ей сказали, в том, как она это восприняла. О. Ну и меня не придает ощущение, что вы, эээ... вот эти вот два года, как вы говорите, это были лучшие два года, так вот у меня неприятное ощущение, что вы эти два года жили в неком таком, знаете, ну, я бы сказал, может быть, иллюзорном или идеализированном мире. Вот. Как это видится мне, по крайней мере. Я... я, конечно, не знаю, вот, может быть, ээ... может быть, я ошибаюсь, может быть. Вот. Но мне думается, что эээ... ситуация заключается именно... именно в этом. Вот. Мне думается. Мне думается, что... это такая, что... что вы... эээ... идеализировали. Вы идеализировали её и... ну, то есть, девочку и время, проведённое с ней. И, возможно, к ней слишком... эээ... привязались. Вот. Хотя это, безусловно, эээ... это, безусловно, тоже нужно разбирать. Вот. И... соответственно, что мы имеем по факту, да? А? Вы пишите, что эээ... пришёл срок вылета, потеряла за гранд-паспорт, меня видеть не слышит, вообще не хочет. А... а... а должна? Ещё через неделю она всё-таки улетела, мне ничего не сказала. А должна? И вот уже почти две недели не пишет и не звонит. Опять же. А... а должна? она... понимаете? Человек сказал, что хочет побыть один. Вам нужно, если вы хотите её вернуть, вам нужно занять максимально комфортное для неё место, максимально комфортное для неё... для неё... подчёркиваю... для неё положение... вот... максимально комфортное именно для неё положение, не для вас. Для неё. Чтобы ей было хорошо... хорошо. Понимаете? Чтобы ей было комфортно, а не вам. да? И... процесс не общаться. Ну, может быть, конечно... может быть, имеет смысл... обсудить... эээ... Ещё раз... эээ... то, что... между вами произошло. Да? Вот. Ээ... может быть, имеет смысл... обсудить то, что... между вами случилось. Может быть, имеет смысл это сделать. Эээ... то есть, я хочу сказать, что... если... вы ей что-то наговорили, то, соответственно... эээ... ну, можно... эээ... можно... приглашить... эээ... ей... обсудить моменты, которые её волнуют. Вот. Эээ... но... это, опять же, по её желанию. Исключительно. Оп. Это единственное, что у Мэта... у Мэта сделать. Ээ... думаю, что ваше время нужно потратить на то, чтобы разобраться в себе. Да? Вот вы говорите, что... заговорил ей, эээ... значит, много чего, эээ... смс сказал грубый писать и так далее. Вот. Эээ... эээ... ну... В общем... В общем, реакцию девушки изменить вы не в силах. Да? Что, соответственно, вам нужно просто быть рядом. эээ... и... Либо вы извлечёте из этого опыт, эээ... ну, либо вы извлечёте из этого опыт, из того, что, эээ... произошло. Либо вы не будете извлекать опыт, и будете оставаться вот, эээ... ну, на вот... вот... в том месте, где вы, собственно, находитесь сейчас. Я полагаю, что решить данный вопрос можете, в принципе, эээ... ну, можете решить данный вопрос только вы и никто, больше никто другой. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что... Помог вам. Если у вас остались, эээ... дополнительные вопросы, вы можете... Задать мне их, эээ... в личку. Я буду рад вам помочь. Эээ... если вам... Понравился мой ответ, эээ... буду благодарен, если... Вы сделаете, эээ... его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго и удачи!